Господь исцелил человека, с этим согласен. А что прощаются грехи, сразу же стали сами давать обсуждение этого слова и пришли к совершенно противоположному мнению. Он богохульствует. Для Ирея Христос богохульник 2000 лет. А тот, который придет по имени Христа, самый главный богохульник будет принят как Христос. Что мы можем взять из этого стиха? Иисус, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите, куда я в церстках ваших. Видя помышления. Помышления слышать-то нельзя, а Он увидел их. А как Он их увидел, вопрос. Значит, выражение глаз. Тихологи определяют, знает человек или не знает. Когда учат на разведчика, учат его владеть собою. Чтобы ни один, говорит, мускул не дрогнул. И даже виду не дал, что речь идет о тебе, или ты знаешь. Здесь знает, не знает, на каждом шагу. Здесь в каждой бочке, говорит, затычка. А ты узнаешь сначала, так это или нет. Потому что слово улетит как список. Ты не поймаешь его. Хотя бы и не воробей. Что такое сердце? И как можно узнать, когда человек даже не говорит? В Писании говорит, кто знает, что в человеке, кроме Духа человечества? А здесь написано, видя помышления их, это Бог. Он знает. А людям дано ли это? И людям дано. И они знают это. Он говорит одни слова, а он знает, о чем он думает. Совсем не те. А ты чего тогда слова даны? Был министр иностранных дел у Наполеона, Паверан. Он говорит, слова даны для прикрытия мыслей. Вы думаете, циничный смысл это. То есть мы говорим, чтобы унести ложным путем. У христиан вообще это не должно миноваться. У нас к одному должно накладываться мысль и слова. Некоторым мыслям мы не говорим и не притворяем слова. Но если сказать, оно должно полностью совпадать. Ты можешь что-то не досказать, но никак не противоречит тому, что ты думаешь. Примудрите раз, 13 глава, 31 стих говорит, сердце человека показывает и по сердцу познает лицо его или на хорошее, или на худое. Вот по лицу даже видно. Вот у меня маленький ребенок наказанный. Другой человек только вытер слезы и опять смотрит весело. Другого, если только наказал, он уже ест и все из-под бровей. Цирк на тебя. Смотришь вот как будто бы взрослый, ну лет 50. Нет. Вы дома разве это не видите? Он в сердце затаивает месть, злобу. А потом, потом мы видим вот эти оторванные насосы, шланги. Это уже все в человеке. Это уже тревога. Притом это расследование, что у вас случилось на неделе, довести до конца. Подставить все преграды. Мы немножко уже возвели. Куда не заходить, где не быть. Ну я этому человеку не верю. Он попытается перелезть через эту ограду. Вы заранее должны принять контрмеры. Мне не нравится, когда человек ничего не принимает предварительно, чтобы не было совершено какое-то преступление. Надо заранее уже это предвидеть и заранее остановить. Хотя он будет потом говорить, я этого не хотел. Ну видно, по поведению. Есть такая экономическая книга Вару. 1.26.2. Он говорит, ходили каждый по мыслям злоба в сердце своего и совращали ко злу. Мысли исходят из сердца. И вот этим нужно научиться руководить. Как? Ну мысль появляется, а она сохраняется в сердце. Сегодняшний день среди богословов спор. А что такое разум, сердце? Ну сердца не этого, что-то пороколодец этим. И здесь имеется в виду другой смысл. Что эта душа в самой концентрации своей, что в себе она держит. Егра, 3-я книга, 3.22 говорит. Осталась немощь и закон в сердце народа. С корнем зла. И отступило доброе, и осталось злое. Вот он дошел до этого исследования. Закон у нас остался. А как на него смотрим? Отступило доброе, доброе разумение закона. Ты в каждой букве закона должен видеть то, что тебя побуждает к совершенству. То, что сегодня один работает, другой не работает. Зима это покажет. Год от года ленивый будет только беднеть. Некоторые приходят в храм не всегда. И всегда находят причины. Поверьте, эти причины, если их наложить на жизнь ревностного человека, никакой в это вообще не играет. Я вам приводил сейчас только на память человека, у которого были причины. И жена была больная, и дети рождались все-таки 10 детей. И ни разу он не пропустил богослужение. Ни одного дела не было общественного, в котором бы он не участвовал. В начале строить храм, он там. Так это далеко. Он работает на государственной работе. На государственной работе он связан. Слесарь, лекарщик, призеровщик. У него очень много специальностей было. Но он все время на первом месте держал, где сказать о Господе. На работе засвидетельствовать. Какие бы ни предпринимали дела, он уже здесь. Нас отключили от сверху, за то, что мы их якобы знали с ботистами умереть. Он в этот же день сразу пришел к нам, чтобы утешить нас. Не поехал домой, а поезд идет, допустим, еще только ночью пойдет. Он пропустил это время. У меня осталось это в памяти. Этого человека нет. А оно все, он находится здесь. Где бы ни был такой признак, нужно помочь. Он даже в городе. Он не будет путянем постараться выгнать ага, чтобы туда как-то послать пожары. Вот память, которую он оставил. Может сказать, что в сердце этого человека был закон, и осталось одно добро. Третий язык 4.3. Ибо зерно злого семени посеяно в сердце Адама. И сколько несчастья народило зло. Он пришел в ужас. Первый человек Адам. И что он передал? Родил, говорит, уже Сима, тот, который даст дальнейшее потомство по образу своего. Вот что бы ни было доброе насаждаешь, одним маком все куда-то сходит. Вот у вас здесь еще три раз пока. Вы прикидываете на то, что они поедут учиться в другую деревню, в другой город. Здесь уже была попытка. Один нечестивец, он в один день их приучил. Приучил. Вы курите, выпейте, а не в лесу им рассказывать. А они будут когда в городе. Вот это стойкость будет в них или нет. Вспоминайте маковейских сыновей. Всего кусочек сала съешь. Они умерли все, претерпевая великие страшные муки. Это для нас пример. За субботы люди держатся как субботники, адвентисты, что просто потрясают душу. Что бы ни говорили, они никогда не покажут, а мне папа не разрешает или мама, как у нас это батюшка не разрешает вас нанимать. А они говорят так. Великий Бог и Его повелел в субботу соблюдать. И я ее не могу нарушать, почему в субботу не был в школе. В годы советской власти дети адвентистов не ходили в школу. Вопродить даже невозможно. В годы советской власти ни один из армии не служил. Речи нет ни о двух-трех людях, а тысячах людей. И ни один нигде не служил. Их называли библи-пошеры. Все до единого они были в концлагерях. До единого в концлагерях Сталина и Гитлера. Их даже нельзя назвать христианской сектой. Это такая елик у них. Но в этом-то вопросе они твердо как стояли. Они не орудия не брать в руки. Не подкачепили. Его отвергают, даже не подумать. Нельзя, Его запрещают. И все на этом конец. Почему у нас такой стойкости нет? Я уже не раз говорил, что сегодня время совершенно необычное. И оно очень быстро кончится. Некоторые все еще не разобрались с военкоматом. Были у вас присяги. По слову Божьей, разберитесь, как поступить вам. Иначе вас в любой день заберут, а там уже разговор будет совсем другой. Но если предварительно ты со вправцами придешь, что ты ведущий, то к тебе отношение будет другое. Тебя не будут призывать на них подготовить что-либо. Да, ваши дети будут служить вами. Приучите к этому их. Вам придется делать трудную работу. Актернативная служба длиннее. Не два года служить, а может быть три с половиной. Ухаживать за больными, за заразными, но ты не виновен перед Богом. Ты выполнишь волю Божию. И егористы с радостью дождались этого закона. По нашим молитвам Бог отменил. Православная церковь не может этого сказать. Мы сегодня говорим, что мы православный присягу не принимаем. А так совершенно не православный. Так Боже противоприятие, не клинитесь. Мы-то им не должны убивать, а как защита Отечества Александр Невский. Мы отвечаем, а кто такой Александр Невский? Я его вообще не знаю. А кто это такой? Ну скажи, это святое. Не знаю я его. Первый раз слышу, что он святое. Алексей знает, он принял Шепшиму, который называли Александром Невским. Церковь его прославляет, как Алексея. А как же Владимир воевал? Я Владимира не знаю. Я Василия знаю. Он принял крещение, стал Василием. Подставьте все на свое место. И сердце выпустите свое знание. Дайте людям понятие, что мы православные. Православные, значит, измененные сердца. В книге Бытие 6 глава 5 стих говорится об отношении Бога к человеку, когда он смотрит на его сердце. И увидел Господь Бог, что мысли и помышления сердца им были зло во всякое время. Это мы о себе так думаем. Об очах-то Божьих-то мы только такие, как Слово Божие говорили. И увидел Бог. И помышления сердца в любое время только на зло. А ведь они о себе так не думали. Сегодня кто не знает Бога, он совершенно на другой стороне, где он мыслит в себе быть. Мысли и помышления зло. А я желаю добра Родине. Зло! Желать добра Родине, чтобы она обратилась ко Кресту. А я желаю, чтобы все жили богато. У всех улов заставьте. Это программа коммунистов. Зло! Вы скрыли небо. Вы человека даже в золотую клетку посадите, но у вас клетка стоит на эшоходе. Человек умрет. Помышления во всякое время зло, если люди не знают Бога. Крепко закрепитесь на этом. И какой бы ни был хороший человек, ты ему обязательно скажи. У тебя такое поведение. Ты такой ревностный. Хорошо выполняешь государственную службу. Тебе только бы быть христианином. Как от плохи да и стадии. В 3-й книге царств, 3-я глава, 9-й стих, говорится о том, как нужно молиться о своем сердце. Господь, по великой милости, через Давида поставил на царство Соломона, великого и мудрого. И он молится. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы я мог развлечать, что добро и что зло. Вот попробуйте. С утра до вечера вот этот вопрос ставим. И особенно трудно это будет в день. Их не понимают. Совершенно никакого развлечения. Страха Божия нет. Страха Божия нет. Отсутствует развлечения добра и благ. Страх Божий показывает. За добро будет награда. Обещание ради будущих благ. А за злые дела, за грехи вечный ад, вечное мучение. Надо это соединить. Во второй книге про Липоменон 12 глава 14 стих. Говорится об одном человеке, который делал зло, потому что не расположил сердца твои к тому, чтобы взыскать Господа. Вот и есть ответ. Дети, чтобы искали Господа. Чтобы сами с утра до вечера что-то случилось, говорить сразу раз, но и здесь и здесь. И в этом могут участвовать и дети. А вот если мы так сделаем, здесь выгода только плотская, выгода короткая. А вот если я сделаю и так, и ребенок что-то слышал. Вот родители чем-то жертвуют. Чтобы дети это видели. Я знаю родителей, которые ищут больных и хотят, чтобы дети сами относили им. Даже если подать нуждающимся, ребенку дает, чтобы он подал своей рукой. Он в руках своих держал. Не его, но уже то, что ему приносило по наслаждениям. А вот это отдает. Чтобы научились различать. Евангелие от Луки 6.45 говорится, что добрый человек из доброго сокровища, сердца своего, выносит доброе. А двое человек из двора... В сегодняшнее субботнее чтение, послание апостола Павла Крымину. Продолжение следует... Продолжение следует...